Друзья, всем привет! С вами Попрежев Кутин, дай лайк и наконец-то! Наконец-то выложили это фото. Поппи Плэйдайм 3. Как говорится, вот на фото нам показывают вот эти вот перчатки. Тут еще синяя перчатка какая-то полонная, там немножко треск есть. Написано на нем Плэйдайм Го. И немножко разбитая кровь. Я бы хотел немножко сказать вам о 3 главе Плэйдайм. Здесь уже много видео есть про эту вот. Вот тут уже есть еще одно видео. Кстати, из этого фото вы там можете посмотреть там. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто там будет. И поеду сегодня, друзья, у нас как раз будет сюжет третий глава Плэйдайм Го. Я уже видос иногда тут делал. Ну, как говорится, давай начнем тогда опять сюжет Плэйдайм Го. Потому что кое-что вышло новое, которое мы все даже не знали, и я. Поэтому начнем сейчас. Друзья, я хотел вам сказать сразу о первой главе. Ну, начинаем первую главу у нас с самого начала. Тут вот вот такого входа, типа наш игрок переходит на завод, потом запирается каким-то способом двери, и мы не можем убежать. Ну, потом дальше проходим сюда второй главы. Уже вторую главу вы тоже проходили. Посмотрите этот видос. Он у меня на канале. Туда сходите, смотрите. А мы начинаем сюжет. Я, кстати, в некоторых видео показывал секрет и пароль. Смотрите. Вот, секрет и пароль. Если вы не знали, сразу спешите отсюда. Все. Все списали? Молодцы. Так, ладно. Ладно. Кажется, сюжет третьей главы. Ну, в третьей главе мы встретим такой блог, там, какой-то странный блог. Говорил, что разработчики показали уже 31 октября, но уже 1 октября еще рад как раз показали разработчики эту фото. Я просто удивился и посмотрел. Я даже не знал. Я даже не знал, что это. У меня даже не было просто вопрос на этом. Поэтому, в третьей главе, скорее всего, мы там найдем те самые отпечатки крови. Опять, как в первой главе, вот тут, на этой игрушке крови. Мы, скорее всего, там еще найдем такие кровопаки, которые с кровью там висят или лежат. Ну, там один лежал просто, а другие висели там где-то наверху. Ну, получается, это малышки линии ноги, что ли, так сделали? Или кто? Или это будет еще нам отсыпка на следующего нового персонажа? Я так думаю, что в третьей главе еще кого-то нам покажут в третьей части по плейтаме, в которой мы не знаем, какой дальше персонаж будет. Ну, мне кажется, что персонажи Новый Няль появятся в следующих главах. И нас будут ждать в следующих, как говорится, в следующих местах и в следующих главах. А пока что мы ждем третьей главы и ждем новых боссов по плейтаме 3. Пока что по плейтаме 3 еще не вышло, но тизер по него вышел. Лучше сказать все, смотрим Мобгеймс, тизер, третья глава по плейтаме, там был противогаз. Я не знаю, ли еще он. Я даже не знаю, отдельно или будет дальше противник. Осталось два вопроса. Это, конечно, вопрос наш. Это вопрос наш. Либо он противником будет, либо мы его просто оттенем, если какой-то газ пойдет, который нас просто убьет. Я так думаю, что он будет противником или же все-таки мы его оттенем. Я, конечно, не знаю, если время я решаю. Я думаю об этом уже много раз. Как мы с ним поступим? Я думаю, что его оттенем. 100%. Если вы тоже так считаете, обязательно пишите в комментариях. А пока что, друзья, я поговорю вам о кубике. То есть, самые кубики, которые нам показали как раз в плейтаме, когда выкладывали поздравления первого числа. Да, было же, скорее всего, некоторые люди уже, несколько, скорее всего, людей посмотрели это уже видос. И я тоже его смотрел так. Посмотрел чуть-чуть и подумал немножко об этом, что там будет. И, оказывается, я был прав. Это было на картинке. Первое, что означает, это, может, дата выхода этой игры. Или я что-то другого тут путаю. Если вы считаете, что я путаю, напишите в комментариях, потому что я даже не знаю, что дальше. Или что дальше. Девка, я вообще не понимаю. А пока что, кубик хоть неизвестный какой, кто там будет вообще у нас. Может, просто будет кубик и просто возьмите вот так запас, как сказать. А почему и нет. А почему и нет, сказать, друзья. Ладно. Пока что не будем об этом говорить. Поговорю на счёт о Хаги-Ваге, который мы, в первую главу, как раз и уже скидывали долго лет назад. Первую главу, который я сейчас играю и вам тоже объясняю. Ладно. Хаги-Ваги, мы помним, мы его скидывали как раз с этим ящиком. Вот там Хаги-Ваги сейчас сидит. А ну кышать. Ладно. И так. Короче, Хаги-Ваги бы идеально с этим в третьей главе, я так считаю. Потому что в Хаги-Ваге уже была отсылка к второй главе. Я уже говорил в прошлом видосе, это уже. Что там была девушка-палинка шерсти и крови. И мы видим, там было с лопоты как раз кое-что, которые где там коробки и эти баксы как раз там ехали. Которые они ехали до складка. Какой-то не склад игрушек, которые там рабочие как раз игрушки туда ставили. Потом сюда, конечно сюда, где слили. И детей покупали, потом выиграли. Вот так вот, можно сказать. Ладно. А поговорим насчёт Поппи. Поппи, я бы хотел сказать, что Поппи предала нас во второй главе ещё когда... Мы только что завели по работе, она начала говорить и передвинула она стрелку нам. Я не знаю, для чего она нам передвинула стрелку. Но она сказала, что вы можете всё исправить. И она нас отправляет в плейкер, короче, для того, чтобы мы там ей помогли. И кучу всего ещё сделали. И убегали кого-то ещё. Но она нас предала, мы уже знаем этого. Поппи сама, она убежала куда-то, не знаю куда, в какой-то вентиляции Поппи. Она куда-то убежала, скорее всего. В третьем углу, можно сказать. Я думаю, что так. Вот я думаю, что она в третьем углу. Если вы тоже считаете, обязательно поставьте лайк. А пока что, мы не знаем, куда Поппи ушла. Но я думаю, что в какой-то... Где с собой стреляют, где там Поппи. Это отрывка тоже куда-то сходим и встретим Поппи. Но Поппи... Но Поппи, я не знаю, встретим, мы, скажем, всё один раз. И потом, когда будем убегать, опять нас предает. Потому что четвёртая глава ещё впереди же. Забыли? Ещё же четвёртая глава. Что ещё? Это четвёртая глава ещё будет хуже. А почему, собственно, это и нет? Можно сделать так, чтобы четвёртая глава была хуже, девушка. Ну, как сказать, хуже. Ну, это будет девушка с тражникой. Хорник, конечно же. Мы уже знаем в первой главе. Помните, где-то из вас испугались ещё чуть-чуть. Блин. Ещё там. Блин, и топ там ещё. Ладно. Ой. Так, ладно, думаем. В третьей главе, короче, будет тоже немножко страшных персонажей. И девушка тоже напугается чем-то. Потому что Боб Геймс же делает так, чтобы мы пугались. Это же хоррор, простите. Тут они просто обучают тебе игра. Хоть слетает. Я думаю, что Боб Геймс что-то сделает ещё длиннее. Но вторая глава была вот так длинная. Первая глава так себе, немножко коротенькая была. Но третья глава, я думаю, будет ещё длиннее, чем вторая. Вот серьёзно. Если вы так тоже считаете, то подпишитесь. Или напишите какой-нибудь комментарий. Я буду, короче, ждать и прочитаю. И следующего ролика я вам покажу. Покажу, и он будет в следующем видео у вас. Это комментарий ваш. А пока что я покажу на счёт тех персонажей, которые будут скрыты в третьей главе. Я буду в следующем. Я считаю, что там будет Хаги-Ваги. Конечно же. Хаги-Биш. Я думаю, что Бабли и Доги, и девушка там будет тоже. Прототип тысячный шоссей. Я думаю, что там будет, потому что ссылка была в вторую главе, когда она собирала бабочку Библи-Доги. И я думаю, что там будет Киси-Биш, который всё-таки поможет там в будущем. Я не знаю, что вам потом поможет она нам. Но я думаю, что она нам поможет ещё, например, дать ключ от этого. Вы можете посмотреть видео, где там как раз, как я думаю, настоящая третья глава будет. Посмотрите его обязательно. Это видео. И что я хотела ещё сказать. Я думаю, что... Я думаю, что третья глава будет другая концовка. Третья глава. Я думаю, что мы упадём. И разобрёмся. Потом карпаки, кто-то скажет, что украли. Я не знаю. Карпаки может остаться. Или просто одни будут лежать в другом месте. Вот это сейчас было по схавку. Вы слышали. Ладно. Ещё что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в третьей главе мы начнёмся, как всегда, в поезде. Ну, конечно же, наш поезд. Поезд же никуда застёк пройдёт. Ну, естественно. Поезд как поезд. Ну, давай, отходи там лучше. Ладно. А Хаги-Ваня так передравится немножко. Ну, что же убежать. Ладно. Третья глава, я сегодня думал, что будет прикольной. Ещё вторая. Ещё вторая. Или первая. Ну, первая так было себе. Скушненькая. Но страшная. Потому что Хаги-Ваня твой просто бы сожрал. Ладно. А вы так знаете, что Ход Плейтайм же ещё популярна? Ну, когда была первая глава, ещё вышла. Я думаю, что она ещё не была популярна. Вот серьёзно. Напишите в комментариях, как вы думаете, было популярна ещё Ход Плейтайм, когда вышла первая глава или нет? Я думаю, что нет. А когда вышла вторая глава, я думаю, она уже стала популярной. И сей в её играли. Те, когда... Я всегда, когда там... Туда и... Мне кажется, что там всегда Хаги-Ваня сидит глазками. Серьёзно. Может, это то просто разобочки так сделали. Ладно, я этого не знала. Ещё это тоже вторая пасхалка уже. Первая была пасхалка, где там как раз вот эта вот кота собирали. А теперь вторая, вот эта вот, где там Хаги-Ваня сидит. Вот эта вот вообще никто не знал. Ладно. Вот мы видим, что Хаги-Ваня туда падает. Вот, сейчас видим. Но падает вторую главу, как вы себе поняли. Потом улезает третью главу. Ну, конечно. Мы встретим Хаги-Ваня, знаете, где? Сначала будет, как всегда, даться не в вентиляции, потом в вентиляции. И, скорее всего, до дела. Что-то ещё скинем. Не коробку, я думаю, а... Скорее всего, поломаю что-то, можно сказать. И потом он куда-то провалится. Я думаю, что так. Потому что третья глава, я не знаю, как с Хаги-Ваней мы поступим. Так, чтобы вы спаслись от его. А пока что, друзья... Ждём третьей главе. Противограмма, скорее всего, с кубиком этим. И вот эти вот перчатки, которые там висели. И я-то как раз лежал. Я думаю, они разобочатся туда добавят в третью главу. Поэтому, пока что на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Я думаю, вы девушку сдали, тоже от третьей главе. Потому что я девушку сдал, тоже чего-то от третьей главе, который ничего не дал. А пока что, всем удачи! Буду рада, если подпишетесь и поставьте лайк. И нажимайте на другие видосы. Ссылочка будет в описании. Переходите туда. У вас там есть. Нажимайте на них и смотрите. А пока что, на этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока, всем пока!